день добрый други мои вернее доброе утро продолжаем катать и в этом симулятор 2134 нахожусь в финляндии городок пори здесь я сдал свой груз 44 тонны песка из норвегии из норвегии финляндию сюда я привез сейчас меня уже сзади на парковке за отелем ждет что-то как-то чувак на меня странно так поглядывает и постоит такой сам собой разговаривает ладно я все пошел пошел хрен значит всякую херню про меня тут думает ладно сзади за отелем на парковке стоит новый трак купил я его онлайн сюда мне его пригнали там сейчас находится водитель мой предыдущий дав xf-105 забрали сейчас у меня на очереди вон стоит красавчик да сейчас у меня на очереди последняя седьмая модель изначальных изначальной модификации самый такой недорогой 400 410 или 420 лошадиных сил пока 12 коробка с ретайдером и это у нас по моему 6 на 4 мне не изменяет память сейчас мы сразу же все проверим потом документ только будем подписывать о том что я трак принял цвет такой красивый зеленый металлик до 6 на 4 2 моста ведущие и мосты неподъемные как тебе красавчик а смотри на по моему вообще зачет ой ты как же он смотрится то цвет обалденный если было бы еще солнечная погода так давай-ка сюда еще отойду так давай так двигатель заводим engine старт как и габаритки ближний дальний аварийка нормально рукой махну заднюю передача включи стопы нажмешь мне же надо визуально сначала все проверить что все работало потом уже подписывающую машину пример так стопы нажми задних вот окей так на это время идет кстати есть уже груз я посмотрел сейчас посмотрим только подтвердить надо так маленько пониже сяду отлично так сейчас машину заберу документ подпишу и можно будет уже бронировать груз 410 лошадиных сил 105 все написано все подтверждается хорошо так ну что документы все подписали машина у меня надо так надо 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 сейчас так вместо рабочие свое настроить так и маленький зеркало тоже хорошо маленько можно чуть чуть вперед и достаточно так все отлично пойдем пойдем смотреть какой груз и еще кстати один интересный момент о мелодия что за мелодия кто в курсе догадался что я поставил карту китай тайвань вот она вот она вот она вот она когда-то очень давно по моему еще где-то на 20 лет 28 то ли еще какая версия поменьше помоложе было двери постарше я устанавливал эту карту китай тайвань и катал по ней вот эта часть карты достаточно такая обширная а здесь идет вообще одинокая такая дорога но заехать сюда нельзя было здесь была невидимая по моему стена но я так чисто перепрыгнул те записи пасил в силу ряда причин мне пришлось удалить очень много записи было это потому богатому профилю до который я потом восстанавливал вот сейчас снова отправляюсь сюда цель какая здесь по ходу скорее всего также будет закрыта невидимой стеной вот эта дорога смысл тогда вообще делать она такая была простецкая нихрена толком не сделано и смысла ехать по ней вообще никакого нет здесь кататься можно здесь прикольно так 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 но здесь покатаемся маленькой вот эти места проедем и потом на китай ну здесь вот по этой карте по китаю кругом одна асфальтированная дорога ну несколько странная карта скажу ну блин она по моему ни хрена не поменялась какая она была такая и есть вот это чудо супер супер такая прямолинейность ладно поехали груз убираем как раз есть груз так и спори финляндия смотрим груз на китай или тайвань вот есть на тайвань восемнадцать тонн томаты и мармелад 21 тонна цена не столь существенно ну давай беленький по рецепт чего возьмем до восемнадцать тонн и двадцать одну взять да без разницы давай чуть побольше да поехали ехать далеко а почти шестьдесят часов и 2163 так это что стоимость перевозки мне да так паром почти 500 и 846 сухопутная часть так ладно давай уберем томаты тут совсем рядышком так 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 я так полагаю мне вокруг надо будет сейчас проехать до а нет здесь можно выехать да вот сюда ну да все там заезд той стороны потому что с этой стороны дороги так нахожусь я еще раз повторюсь нахожусь в финляндии так а мне а сюда налево сейчас нахожусь финляндии у нас тут ранняя весна только только как бы тут еще снега то особо то не было но снега в принципе тут хоть и не было но все расставило в россии какое какой снег был в китае я уже по прогнозам смотрел китай тайвань там уже вовсю идет цветет весна намного южнее китай находится чем северная европа это само собой даже здесь в европе сейчас я в северной европе нахожусь финляндия скандинавия это же скандинавские страны в скандинавии нахожусь даже хоть и европы на северную часть в италии франции средиземное море побережье там сейчас температура 25-28 градусов там уже голимое лето хотя то что еще должно распуститься листва там всякое это еще не особо там вылезла но я думаю пока до китая доберусь уже вовсю попрет цветущая весна в поднебесной так ух ты бурно не смолкающие аплодисменты томаты так а что так секунду 18 тонн 26000 я ей 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 и продон-продон-продон поменяю 18 тонн 26000 так реф там у нас были томаты ах 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 а так вот интересный вариант скандинавский с задней поворотной осью так еще у нас получается 1826 точно также все ничего не поменялось дальше назад смотрим изотерм вот изотермический так изотерм тоже 1826 да но у нас томаты будут более сохранны если я их повезу в рэфи так автоматы 18 до 26 все то же самое ничего не меняется и что еще можно выбрать прицеп который тебе любо-дорого вести были да так погнали цепляем так время ранее почти 10 какое же на ранее скоро обед аглянуться не успеешь пока зацепишься пока поедешь на юг на паром чтобы в осло до осло паром в китай в тайвань у нас идет осло ну значит туда и поедем так так отлично пойдем посмотрим что у нас там с грузом как прицеп как что зацепляться надо так стоп 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 никто никто х топочку нажал так рэп все нормально все работает виктор полетников нету просто юбки стоят только чисто скандинавский прицеп 3 оси батон и заднего с поворотными ты ё-моё аккуратненько тихонечко все протестались это тоже кстати в тайвань идет здесь мармелад 22 тонны пытает прицеп а вот у него полетники смотри вот это вещи конечно ну ладно мне без разницы это не мой прицеп так все хорошо пойдем лапы опускать цепляться будем так что у нас там по кабелям кабели есть на месте смотрим светотехнику обязательно проверяем так все проверяем все отлично все работает все подцепил все садись поехали навигацию смотрим навигации сюда снова едем на юг на паром анталии капельшир достаточно далеко ехать и уже с осло на тайвань уже почки и так далее так ну что надо ехать дорогой товарищ друг так говорят там в китае эпидемия страшная бушует но я так полагаю что надену масочку намордник мошнацкий такой шестислойный армейский там какой-нибудь там не знаю там супер химическую защиту до хим защиту костюма дело на и поеду так нифига время у нас только-только 10 часов а на улице тем если как пасмурно то так 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 все в путь с богом поехали дорога дальние ближайшее время ближайшее время я буду пока катать китай и тайвань посмотрим как управимся сколько я за этот рабочий день проеду надо по-любому ни одной серии будет 2 это минимум а там как карта ляжет а то и 3 придется писать так но сейчас у меня движение бодрячком идет не то что 44 тонны сюда тащил пути с превышением сейчас еду там все очень медленно все очень печально было 410 лошадиных сил на 44 тонна песка было несколько проблематично никак это простуда не пройдет кашель одолел а посреди дня с ближним светом приходится ехать мне какая темень так маленько в гору еду смотри не на 18 тонн 410 лошадей тащит бодрячком даже грех жаловаться очень хорошо идем очень хорошо и очень быстро крен с ним с превышением главное не долбануть никого тихо 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 что-то так она спуск не разгоняйся сейчас сейчас машина поворачивает так 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 успевай у меня главная сука под падла как так можно выруливать я по главной дороге еду со второстепенной сука и нихера блять не смотрит куда выруливает куда едет со своим сраным блять прицепом меня на бывает конечно я так тоже делаю но я же себя ругаю тогда так сейчас направо не смотрю Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 четкой такой нормальной разлиновки, как вот с парома выезжаешь, чтобы раз и сюда, раз и на паром, раз с парома. Что у нас там в Китае? Это томатов своих не выращивать что ли? Мы из Финляндии томаты везем. Конечно, удивляют вот такие моменты в ЕТС, АТС, несоответствие какой-то логике с логистикой, то есть это в порядке вещей можно везти из Финляндии, помидоры, томаты можно везти, допустим, вот в Тайвань. Ну, мне кажется, наверно, почему не делают логичные такие перевозки, потому что это вообще нереально. Это же получается, какой-то как бы игра должна настолько быть умной, чтобы контролировать перемещение грузов, вот именно логические цепочки, допустим, и кто это будет эти параметры задавать, что с Таиланда нельзя привезти, допустим, древесину в Россию или в Скандинавию, там и так свои древесины достаточно, что нельзя, допустим, с Финляндии привезти апельсины в Таиланд. То есть таких как бы логических вещей здесь, в этих вот в этих играх АТС, ЕТС, такой логики тут вообще нет. И поэтому на эти вещи даже внимание обращать не стоит. Можно поприкалываться, конечно, порастыкать на эту тему. Так, что у нас тут? Круговой знак стоял. Так, и у меня стоял на круге «Уступи дорогу». Так, я в Швеции, сейчас валим в Норвегию. Так, стоп. А у нас осло в Швеции или в Норвегии? А нет, в Норвегии. Стокгольм – это Швеция, а осло – это Норвегия. Вот хранится. Ой, как бы хотелось, чтобы здесь… Вот смотри, какая огромная часть, что Швеции, что Норвегии. Здесь я смотрел по гугл мап, где гугл мобили-то ездили по дорогам. И здесь огромное количество узких всяких интересных дорог, вот по фьордам, по всяким, по заливам. Каменистые такие, обрывы такие там, отвесные такие стены там с одной стороны, с другой стороны обрыв. Там около берега дороги проходят. Очень много-много красивых мест. Но поскольку вот эта вся карта выделена светло-серым, есть предположение, что эта часть карты будет отдельным делом с Северной Скандинавией. Очень бы, конечно, хотелось, и чтобы сюда вошла еще северная часть России – Мурманск. Вот до Питера вот эта часть. Когда уже на Россию-то перейдут ССС, ребятки… Здесь уже, смотри, есть уже разделение по картам. Поначалу, когда была дефолтная Европа в первых версиях, здесь вообще ничего не было. Здесь уже все четко по государствам, все разделено, смотри. Вот те море, вот те Украина, Молдова, Беларусь. Мне кажется, все это постепенно будет входить в DLC. Интересно, как они сделают Украину. Вот это такой щеготливый момент. Пока Европа и Америка не признали. Они все равно это потом признают, куда они нахер денутся. Признают Крым украинским, оговорочки по Фрейду, признают Крым российским. А если будут делать DLC, как они сделают? Будет ли здесь граница перехода или заблокирование, как она есть сейчас в реале? Или как это будет? Вот эта часть будет российская или как? Мне кажется, с этим моментом DLC, если какие-то планы были, то все это далеко назад ушло. Но здесь есть дальше. Так, это что у нас? Это Румыния, Молдова, Румыния. Ага. Так, а это у нас идет... Так, это Турция, да? Вот эта вот часть. Ну вот этот берег турецкий. Ага. Ну и так далее. Ладно, не умничай. Так, все, поехали дальше. Едем, едем, едем. Можно и ночью проехаться. Может быть, я потом, кстати, с Осло до Тайваня ехать-то вообще-то далековато будет. Я так, наверное, полагаю, что я за это время и отдохнусь. Отдохнусь. Угу. Отдохнусь, да. Где такие русские слова-то, бляха-моха, только слышал. Отдохну нормально. Отосплюсь. А поэтому сейчас, пока я уже маленько отдохнул и только-только рейс начал, я думаю, наверное, сейчас ноченькой до победы буду валить. Буду валить до Осло. Ну, надо так надо. Едем, едем, едем. Меня терзают смутные сомнения. Так, вот после этого давчика он у меня заключительный, так сказать, в начальной комплектации. Седьмая машина со слабым двигателем 410, 12-я коробка. И по всяким фишечкам, фенечкам он достаточно бедно у меня упакован. Дальше идет вторая комплектация. Там, по-моему, что-то то ли 460, то ли сколько. И потом уже больше 500. Что-то тут у тебя случилось. Так. Либо вторую комплектацию делать. Мне же надо менять машины. У меня в работе стоят с водителями DAF-95. Модовый трак стоит. Я почему набрал целую кучу этих 95-х? Они достаточно дешевые. Что-то в пределах вообще по 16 тысяч. Вообще, то ли 16, то ли 26, ну, недорого, недорого. Но свою работу с двигателем, допустим, да, вот по 400 лошадиных сил. Вообще она отлично выполняет. И коробка там 16-18. Блин, прет только так. Что ты 30 тонн ему загрузишь, что 40 тонн ему загрузишь. Вообще идет отлично. Машина сделана настолько удачно. Кстати, у меня видео на моем канале есть по этому траку. Несколько видосов я писал. Обозревал эту машинку и делал тесты на ней. С хорошим таким тяжелым грузом. Так что можете посмотреть. Но мне эти траки все равно надо убирать. Потому что этот трак занимает место в слоте на дафе. Возможно, могут быть какие-то конфликты. Я точно сейчас не скажу, это самостоятельный или он замещает кого-то. Это, по-моему, самостоятельный. Но! Хрен его знает. Когда, допустим, качаешь другие моды, вдруг возникнет конфликт. Нового мода, который тоже в дафе размещается, вдруг возникнет конфликт с этим дафом 95-ым. Посему я уже правило такое усвоил. Не качать одновременно несколько модов. То есть не ставить их в работу. Как я иногда вот поначалу делал. Опыту поменьше, конечно, в этой части было. Накачаешь модов, потом по какой-то причине игра начинает вылетать. Просто вот модов грузовиков накачаешь. Один, два, три гаража. И там в этих гаражах разные вот эти американские очень мне нравились. Ну и сейчас нравятся американские траки. По Европе там гоняешь их там. А оно так нельзя делать. Покатал на одном, допустим, потестировал душу отыл, раз другой взял. А постоянно в гаражах пусть лучше будут дефолтные траки. С ними проблем никаких нет. Так вот, я думаю, этот давчик этот убрать. Вместо него появится скания. При продаже выручаешь с нее 114 тысяч. Вот, если проблем не будет, надо посмотреть. Но пока я этим еще не занимаюсь. Надо подумать, либо я буду продолжать пока дав развивать и добавлять в гаражи, которые мне здесь, на Скандинавии, в Прибалтике находятся дафовские гаражи. Либо я туда буду дав добавлять. Либо я отправлюсь в Италию на Пенины. Буду покупать там гаражи и ставить туда, начну с Ивечки. Потому что следующая по списку идет по дефолтному списку. После дафа идет Ивека. Ну и чтобы, так сказать, отчетность не нарушать, список не нарушать. Так проще так и, мне кажется, как бы легче контролировать, какие траки заполнять начинаю. То есть, первый уровень я сейчас заполнил на дафе. Начальную комплектацию, самую дешевую. То есть, седьмой трак у меня сейчас вот этот идет. Следующий у меня, начальная комплектация, допустим, вот по Ивека пойдет. Первый уровень заполнил. Потом, допустим, какая-то другая модель пойдет. Что у нас там идет по очереди. Может так сделаю, я не знаю. Может быть и так. Хорошее освещение на дороге. Ну, этой безопасности, сохраненной человеческой жизни. Когда дорога вот так хорошо освещается. Напоминаю, что у меня здесь ранняя весна. Снега уже нет, а здесь его в Западной Европе и даже в Скандинавии толком-то и не было. Дальше, севернее, в горах, конечно, там снег есть, но... Дорог, туда нету. Медленно, конечно, все это идет. Обновление DLC, новые карты. Очень и очень медленно. Медленно АТС обновляется новыми участками, новыми штатами. Все идет, блин, очень медленно. Так, вот если ты выехал в левую линию, либо ты едь, как все, в правой. Ну, если встал в левую линию, ну, так тогда притопи чутка, что ли, хоть как-то. Я не знаю, тогда смысл ты тут встаешь. Так, а мне опачки, а мне направо надо. Ну, я не сильно его притормозил, он спокойненько... Спокойненько едет дальше. Приятного аппетита! Ну и что это было? Блядь, да ты бы ехал-то, а! Нафиг ты остановился! Так, а что у нас тут автобан? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, опа-опа-опа-опа-опа! Ты что, опять кувыркнулся захотел? Твою дивизию, а! Ишь, разогнался такой, быстрее до Тайваня долететь хочешь? Если так ехать, ты вообще никуда не доедешь, не то что до Тайваня, ты до Осло, бляхомуха, не доберись. До Осло так-то нормально еще ехать. Так, топливо пока в порядке. Так, всё смерть от него. Продолжение следует... давненько я по тайваню по китаю не катался давненько давненько года два точно прошло если не больше ну я тогда уже видосы писал и у меня вот на том богатом профиле который я похерил да тогда у меня там до очень много видео было там немного записи было видосов и по кубе по европе по кубе очень много видео было жалко конечно что все просрал на по другой еще причине все эти видео удалил они были расположены на другом моем youtube канале перезагрузить я их не мог потому что после загрузки видео на youtube я эти видео удаляю и не сохраняю я представляю поскольку они времени у меня сколько вернее место бы на компьютере они бы занимали даже если на же скачек скидывать зачем такое количество видео нужно ну да конечно можно было бы их перезалить потом на этот канал но не стал я этой херней заниматься не стал тихо 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 вот не затормозил бы щас блин смотри внимательно ты болтать можешь сколько угодно смотри на дорогу я представляю так бы я сейчас с наставником бы ехал допустим в международный рейс до угу не 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 ты много тут пиздишь на дорогу толком не смотришь а в речку создаешь не дорог сердечно садись к ты на хрен на трактор на 150 q и давай-ка ты в поля там можешь пиздеть там скоростей больших нету знаков там нету вот по полям езди хоть как и пришлось бы и играть фарминг симулятор ночью по таким магистралям тоже прикольное ехать лишний раз скриншот не сделаешь опачки простите 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 моя вина надо вовремя выключать так что случилось ну-ка притормаживаем но тут вот чуть-чуть дальше вот там пошире дорога вроде бы да вот пожалуйста так встаньте вы здесь нахер ты полицейский остановил машину вот там в узком месте а а ну как там если ехать с каким-нибудь оверсайзом еще европейский полицейский это монет там удобно было где нарушил там поймала а кто че-то нарушителей столько много так в гурку а Продолжение следует... Детям едем, ночью едем. Да, хотелось бы, конечно, за одну серию все это дело записать. Да хрен его знает, как получится. Ох ты, подъемчик какой знатный-то, а! Так, топлива еще нормально, много. Ох ты, подъемчик. Это что у меня уже? Утро, 4 утра, нифига! А как это я во сколько приеду-то в Ослово? Ослово. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тихо, 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 тихо Да, такие вещи, вот такие повороты надо сразу Смотреть внимательно Иначе, ага, летальный исход Так, пока Пока по своей полосе еду Вот тут, блин, около осла Вот эти развязки, ты только посмотри на них Тут же, блин Черт ногу сломит Тут невозможно Так, если только аккуратно, не спеша И внимательно смотреть И смотреть внимательно Интересно, согласился бы я работать на таком DAF Как этот вот Я думаю, да Но все-таки Вот такая модификация 6х4, она более подходит Для эксплуатации Допустим В комплекте В сцепке С каким-нибудь тралом Вот Самое то Ну и мощность В этом случае 410 Недостаточно Мощи бы, конечно Под 500 И коробку 16-ю Хотя бы 16-ю 18-ю И тогда вообще Машинка Вот эта Под теми будет Плюс, конечно На мосты Хорошей блокировки Межколесную И Межосевую Обязательно Тогда вот эта машина Вообще Топчик Потаскать хорошие груза Так-так-так-так-так О чем Мне можно было Бляха-муха Справа пролететь Ну и зипас Вон там машины пролетели Эй, ты лошара Там никто не ждал Пролетел А ты че Тебе же Можно было Так же Бляхать А Они вон Даже скорость Блядь Не снижают Куда ты Сука Придурок Блядь Едет А Вот гондон А Ну если Я тебя Сука Догнать Успею Пиздец тебе Ладно Ладно Слева Блядь Никого не было Ладно Никого не было Только сейчас Легка ушка Впечатал бы В партюр Блядь Маленькую машину Труднее Заметить Я только Мельком глянул Этот Справа Уже Что в меня Летит Гондон Блядь Ну куда Куда Ты мне Под машину Блядь Лезешь Что за Идиоты А я Включил Поворотник Ты еще Ехал Далеко От меня Ну что Притормозить Не успел Что ли На легковой Машине Я же Не стал Включать Поворотник И перестараюсь Когда-то У меня Посреди Базы Стоял Уже Ой Так Скоро Уже Осло Эти Развязки Около Осло Рядышком Такие Вот Подземные Тихо 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 Ладно Слива Никого Не было Так Ага Все Вижу Вот Паром Так Сейчас Мне Направо Что ли Уходить Куда Таня Сюда 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 К нам Сюда Все Тоннельчики Тоннельчики А сверху Город стоит Это Прикинь Это Надо Так Заморочиться Ладно Тут Кругом Каменистые Грунты Да А не Болото Там Какое И В этом Смысле Нет Плавунов Там Каких То Строить Легче Так Так Сейчас Налево Так Стоп Ах ты Надо Вот Так Вот Делать Так Все Выключил Так 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 И Шо Тут Куды Так А Я Здесь Восл Не был Ни разу У меня Паром Не отмечен Тут Так Сейчас Направо Походу Да Туда Нет Это Нельзя Здесь Загрузка Так Все Паром Включился Так 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 Стоп Или я деревянный Или лыжи Не ерун Сюда Нельзя Тут Стречка А Вот Стрелка Господи Так Блин Вот Такая Вещь Если Ты К примеру Толком Не бывал Допустим Вот В Европе На своей Машине Вот На грузовой По работе Как бы Не ехал Да Вот И Какие-то Вещи Какие-то Толкости Потому что Один Скандинавский Паром Палет Тут Площадка Одна Другая Площадка Она По-другому Выглядит Третья Вообще По-другому Тут Заезд Какой-то Тут Может Внимательнее Смотреть Надо И по Навигации Я говорю Здесь Нет четкой Разлиновки Так И что А Вот Паром Стоит Так вот По логике Вещей Вот эти Вот Линии Которые Вот Мне Нужно Было Ити По Первой Линии Вот Там Первая Линия С той стороны Так и Шел бы По Первой Линии Сюда Вырулил Ладно Стоит 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 Вообще Там Там Походу Уже Хорошая Весна Идет Хорошая Яркая Красивая Весна Ладно Будем Посмотреть Так Давай Переправляться Не Нам Нам Туда Не Нам Сюда Надо Так Ладно Поехали Так Прибыл я Прибыл в Тайвань Так Секунду Время Время 20 минут Восьмого И Солнце Стоит Достаточно Высоко Типа Пока Плун Тут Вообще Весна Пришла Так Суббота Суббота Так Подожди Еще Пять Секунд Пять Секунд Так Меня Когда Ждут Ожидаюсь Я Во вторник Ооо Это Я Еще Так Это Я Еще С Хорошим Запасом Что По Температуре У Нас В Тайване 18 Ой 19 Градусов Ой Это Время 19 Ты Че Блин Вообще Что Ли Потерялся Смотри Внимательно Это Время 19 33 Вот Она Тебе 34 10 Градусов Было Сейчас До 9 Ну На Градус Упало Ну Не Жара Конечно Но Жить Можно Так Так Прибыли мы Вечером Вечером В Тайвань Это Походу Я Целые Сутки Наверное Туда Шел Да Я Блин Не Посмотрел Так Нам Надо Сюда Направо Так Внимательно Пожаловать 06 Тайнан А Зачем Цифровое Обозначение Тайнан Ну Это Тайвань Да Понятно Главное Тут Ничего Не Нарушать Блин Главное Ничего Не Нарушать Хрен Его Пойми С Этими Законами Ни Дунь Ни Плюнь Сигарету Не Брось Я Не Крыл Слав Бог Уже Опасности Меньше В Таиланде К примеру Вообще На Портрет Короля Пальцем Блин Показывать Нельзя Не Дай Бог Ты Пальцем Еще Покажешь Как Ты Не Уложительно Отнесешься К Денегам Королевским Это Вообще Враг Будет Все Тюрем И Срок Не К ним Претензий Блять Никаких А Представьте У нас Такие Законы Вели Если Ты Пальцем Показал На Портрет Президента Путина Пиздец Десять Лет Тебе Такой Хай В мире Подымется За Нашу Такую Недемократичную Демократию Такая Вонь Блять Начнется К Таиланду Блять Никаких Претензий Все Ездят Отдыхают И все С уважением Относятся К К их Менталитету К их Культуре К их Королю Таиланда Вообще Полное Блять Уважение У нас Просто Такие Вещи Вообще Невозможно И Сразу У нас Оппозиция Голову Свою Подымет Что Это Такой Благ 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 Пасть Свою Оппозиционер Разевает Народу Стало Жить Хуже Ой Да Ладно По сравнению Блять С 90 МИ Годами Народу Стало Жить Лучше Не Надо Пиздеть В 90 В 90-е годы вообще ни хера у людей толком, ничего не было, блин. Никаких социальных гарантий, ничего не материнского капитала, вообще ничего не было, блин. А кто в 90-е годы страну довел до такого состояния? Вот ваше ельцинское правительство, блин. Хакамада, Немцов, Гайдар, Чубайс. Что ему? Это ваше правительство было? Что вы хорошего для страны тогда сделали? Приватизация вся при вас проходила, правительство сраное. Немцов в правительстве был. Все было при вас. Ну и что мы толку, что мы увидели хорошего? Да ни хера хорошего, блин, не увидели. Единственный, конечно, плюс, это было некое такое цивилизованное такое соответствие доходов и расходов человека. То есть при относительно небольших доходах коммуналка не отнимала столько процентов от моей зарплаты, сколько отнимает сейчас. К примеру, я в 90-е годы тогда был без работы. Так получилось, в поселке, где я сейчас живу, очень трудно было сработать тогда, но и в Перми было непросто в областном центре, в краевом. А у нас и подавно. И так получилось, что не мог найти работу. И всю зиму я просидел дома по безработице. Там баллы эти начисляли, там потом мы на эти баллы купили в мебельном магазине, в Добрянке диван и два мягких кресла. Так вот, тогда это соотношение как бы, ну, нормально такое было, и мы зубы на полку не положили, на одну зарплату жены жили, и в долги не влезли, коммуналку платили вовремя, и кредитов никаких не набрали. То есть, ну, зарплата у жены была тоже небольшая, там, зарплата медсестры, там, какая зарплата, там, тоже смех один. Тоже не густо. Годы, конечно, 90-е нелегко дались, но зубы на полку не положили и нормально прожили. Небогато, конечно, по средствам, скромно, достаточно, очень скромно. Ну, потом сначала я, потом жена моя устроились в частную компанию, в электронную, оборудование, там, для нефтяников делали и прочее. И зарплату, я вам скажу, вот у жены первая же зарплата была, у нее зарплата была медсестры в поликлинике 3000, по-моему, да. А когда она устроилась в эту компанию, после меня, у нее зарплата, по-моему, в 2 или в 3 раза выросла. Есть разница? По-моему, существенная. Очень даже большая разница. Или ты 3000 получишь, или 9000 получишь. Есть, да? Частная компания. Ну, мы тогда вот первый год работали. Так, я устроился туда уже ближе к лету. Потому что на «Газпроме» я тогда временно работал. Полгода буквально с осени до майских праздников, до 1 мая. Да, до 1 мая. Временно работал, но меня на постоянку не взяли, штата не было. Ну, это уже другое дело. Ну, хоть я временно зиму поработал, хоть какие-то копейки у меня были. Я, правда, как-то там путаница вышла с моим трудоустройством. Вроде как сначала взяли, потом что-то там какие-то документы не оформили. Я первый месяц я пришел зарплату получать в кассе. И как дурак стою, а мне говорят, а твоей зарплаты нету. А я месяц-то отработал, как все. Так-то, если что. Там мастер что-то напутал тогда. Вот такие дела. Вот такие пироги. Так, ну что. Посмотрим, насколько эта карта Тайваня поменялась. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По сравнению с тем, что я... По сравнению с тем, что я видел предыдущий раз, когда по ней катал. И видосы, кстати, тоже тогда писал. Тайваня поменялась. Так, мне сейчас налево надо. Так, мне сейчас направо. Ну, в смысле, я уже приехал. Ага, у меня там маркер уже стоит, походу. Так, и надо мне сейчас будет отсюда выехать куда-то на какой-то сервис, на какую-то стоянку, отель, мотель, шматель. Так, где я не вижу. Так, еще справа. Так, ага. А, интересно, а у меня что, блядь, так, навигация-то завела? Мне по территории пришлось проехать и здесь заехать и отметиться на флажок. За... И зашибись, конечно. Тайвань, навигация. О, хорошо. Слушай, как удачно. у меня сейчас только чик назад и все. Так, ага, понял, понял, понял. Так, надо чутка вперед проехать. Так, сейчас тут выровняюсь. Ой, господи. Так, ну-ка, внимательно. Блядь, темно, когда ни хера, сука, толком не видно вообще. Че, вот там вот правый угол. Так, ну-ка, выруливай, давай. Так, давай-давай-давай-давай. Так. Продолжение следует... 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 так что застрял так и чё так блокировка давай 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 хорошо зашел теперь буду знать что здесь надо весьма весьма аккуратно выходить да вообще да просто смотреть повнимательнее все так сейчас давай сразу на обслуживание заеду и потом на стоянку тут стану так хорошо так что у нас есть по ремонту кое-что кое-что есть колеса только упаковываться на ибать поменяем колеса вообще без проблем удивительно что я долбанул там того придурочного и мне за это ничего не было так когда я груз сдавал у меня был штраф нет за порчу груза вот это пипец я не помню ладно все теперь несколько дней могу тут спокойно хонько стоять так давай сейчас посмотрим где тут можно встать раз я клиент сервиса вот давай с левой стороны вот то местечко и займу крайне вот это вот так ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка пойдет темнота ятишкина моля вот нихера поля не видно тут еще отсвечивает так опа хорошо смотрим отлично ну вот как то так прибыл я в таиланд серия окончена груз с томатами 18 он благополучно доставлен не без приключений но все же интересно завтра утре вечером мудренее увидим какая же здесь весна в таиланде а затем не прощаюсь кстати да подписывайтесь на канал оставляйте комментарий нажимайте колокольца чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео спасибо вам что были со мной а затем не прощаюсь пока пока до новых волнующих а